Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Здравствуйте, уважичи и важны. Сегодня у нас с вами Урок не Урок, Сказ не Сказ, Быль не Быль. А сегодня у нас Песнь о Песне. Сегодня у нас Песня о нашей Великой Боевой Песне Чёрный Ворон. И вот есть у нас такая Песня. Есть. Много песен сложили наши славные предки. Много среди них Песен просто волшебных, просто замечательных, просто блестящих. И есть среди них Жемчуга, Жемчужные, есть Самоцветы драгоценные, и есть Песни Серебряные, Золотые. А есть Песни просто Великие. Одна из таких Великих Песен – Песня Чёрный Ворон. Великая наша Русская Песня Чёрный Ворон. Когда эту Великую Песню сложили… Да Бог его знает. Бог его знает. Одно только понятно. Сложили её ещё тогда, когда люди на Руси не упоминали ни Бога, ни Иисуса, ни апостолов и ни церкви да монастыри. Никто в те времена ещё не молился и не крестился. Во всяком случае, никто ещё и так не молился и не крестился, как это люди делали сто лет назад. И как они это делают сейчас. То есть её сложили довольно давно, но не более трёхсот, трёхсот пятидесяти лет назад. И это видно по языку, которым она спета, сказано. Нам близок и очень понятен её язык. Сейчас эта песня считается Песней Казачьей. Но по языку видно, что она, скорее, сложена где-то севернее Казачьих краёв. И пели Чёрного Ворона изначально под игру на гуслях. То есть, тогда гусли Церковью ещё не были запрещены. И не было ещё церковного запрета на русские сказы и сказки. Сейчас многие люди играют на гуслях. Многие люди возрождают древние песни под игру на гуслях, гудах, гудках, на гуслях звончатых да еровчатых. И множество мастеров создают разнообразные музыкальные инструменты, основой которых является наш древний музыкальный инструмент – гусли. Русские гусли настраивают так, что свободно звучащие струны дают гамму ре минор или фа мажор. Эта гамма содержит одно понижение – си бемоль. Такой музыкальный строй называется «русским строем». Наши деды и прадеды, до которых ещё как-то дотягивается наша память, пели песню «Чёрный Ворон» всегда в тональности ре минор. И пели они её так под игру на любых музыкальных инструментах – всегда ре минор. Этот ре минор связан с песней «Чёрный Ворон» особым образом. Дело в том, что нота ре и тональности ре мажор и ре минор в русском мировоззрении связаны с птицами, а именно с птицами лебедем, гусем и уткой. В древности русские воины всегда считались гусями. Выделенные из них особой статью, бравостью и храбростью воины считались воинами-лебедями. А воины-лазутчики-разведчики, и воины для различных особых заданий – это утки. Таким образом, русские войска состояли из гусей, лебедей и уток. Интересно то, что русские войска и по сей день состоят из гусей, лебедей и уток, даже если они этого не знают. Отсюда и выражение, произвели смелый налёт или налетели на врага. Все воины войск специального назначения носят разнообразные расцветки береты. А носят они их потому, что головы очень многих уток разных видов и родов покрыты цветовыми береточками. На головах у них и серые беретки, и синие, и зелёные, и красные, и краповые. Уходили русские люди на войну гусями-лебедями. Бывало, шли и летели воевать где-то далеко, шли в далёкие-далёкие военные походы. А воин, павший в бою, так считали русские люди, возвращался на какое-то время в родные края журавлём, аистом или цаплей. И он не опускался здесь на землю, не вставал на неё ногами, а просто над родными просторами пролетал. Пролетал и уходил куда-то неведомым высотам, в неведомые дали. Это у нас в крови. Русские люди всегда с замиранием сердца смотрят в небо на клин пролетающих журавлей, смотрят на них и всегда прощаются с кем-то или с чем-то. А в былые времена с воинами, павшими в бою, прощались особые священники, особые жрецы. Такой священник-жрец шёл с гуслями по полю боя и отпевал всех павших. Он громко пел особую, торжественную песнь о вечной жизни. Он пел им торжественный гимн о великих богах и вечной вечности. И он прощал им всем то, что они убивали людей, пусть даже хоть и врагов. Отпевал жрецы всех павших и всех тех, кому помочь уже нельзя, они при смерти, они умирают. И у тех воинов, которым помочь уже нельзя, он собирал наказы домой родным и близким. И песня «Чёрный ворон» именно о таком наказе. Умирающий воин даёт наказы жрецу на Раде. Он говорит ему, что и кому отдать, передать. И в конце песни умирает. Но песню поют живые, живые. Для русского человека основой или опорой всей жизни всегда была чистота души. А в сражении сложно сохранить душу чистой, приходится страхи все перебороть, по-многому приходится с собой договориться и приходится убивать людей. Иначе не защитить своей земли. Но есть способ сохранить чистоту души и в сражении. Для этого её надо отпеть заранее. Отпетая душа замрёт и устремится в небо. А тело – тело в атаку, в сражение – в бой. Солдатам Запада сложно понять такие тонкости русского отношения к душе. И даже невозможно. А в Уставе Западных Армий даже указано, что угроза телу есть допустимая причина дезертирства и сдачи в плен. Что для русской души есть предательство всего её рода. Русские спели Чёрного Ворона и в мёртвый строй. Отпели сами себя. Мёртвый строй русских – страшная атака. Отпетые воины идут, бегут на врага мёртвым строю. И им бояться уже некого и нечего. Они все уже мертвы. Все они уже попрощались со своими родственниками, попрощались друг с другом и распрощались со своими жизнями. Если воина в этой атаке убьют, душа его сохранится чистой, славной и невредимой. А если воин выживет, его душа помается-помается и со временем вернётся в своё тело. Ей помогут вернуться и обустроиться жрецы-нарады. Немцы и разные другие враги наши на наших войнах не раз слышали эту песню. Они не понимали её слов. Русские поют свою песню с жаром, но в этом их жару холод смерти. Всем, кто это слышал, становилось просто жутко и кровь стыла в жилах. Одно все понимали. Русские сейчас пойдут в атаку. И атака это будет атакой мертвецов. Причём умерли все они не сейчас, а где-то в веках. Во тьме веков. Даже если немцы убьют всех этих мертвецов, в души их самих зайдёт смерть и никогда их не отпустит. Помнить и содрогаться будут всю жизнь. Чёрный Ворон – не простая песня о ком-то или о чём-то. Эта песня есть песня-заговор. Или заговорная песня. Песня Чёрный Ворон – песня-заговор от пустой и бессмысленной смерти. От смерти бесславной и никчёмной. Неизвестно, как эта песня-заговор где-то в веках изначально называлась. Неизвестно. Но лет сто, сто пятьдесят назад эту песню называли заговором от шашки и от пули. Чёрный Ворон – есть наша русская боевая песня-заговор от шашки и от пули. Чёрный Ворон – есть наша Абхагавадгита. А гусли – это наш сакральный заговорный инструмент. Прежде чем сказать пару слов об игре на гуслях, нужно сказать, что по-русски правая рука мужчины называется Ворон, а левая его рука называется Сорока. Когда мужчина играет на гуслях, то правой рукой он струны выражит, т.е. он их заставляет звучать, дёргая их или по ним особым образом ударяя, а левой рукой он нужные струны зажимает или глушит. Таким образом, правая рука Ворон выражит струны гуслей, а левая рука Сорока даёт струнам сроки звучания. Коротко – Ворон выражит, а Сорока даёт сроки. И так происходит при игре почти на всех струнных инструментах. Трогая струны своих гуслей своей правой рукой, Жрец тем самым знает, что это Ворон трогает душу гуси-лебедя, что это Ворон нападает на гуси-лебедя. Гусли имеют отношение к гусям-лебедям, т.е. они имеют отношение к воинам. Каждая их струна – это воин, это душа воина, это воин, гусь-лебедь. И когда Жрец трогал струны своих гуслей, он тем самым трогал души воинов. И вот, что главное в этой песне. Рука певца-Жреца, который отпевает павших воинов, – это не просто Ворон, а именно Чёрный Ворон. Сам Жрец идёт по полю боя в чёрном одеянии, и поэтому сам он тоже называется Чёрный Ворон. И в небе над полем боя кружит Чёрная Птица. И это и есть сам Чёрный Ворон. И так Чёрный Ворон, и так, и так… И здесь нужно сказать, что слово Ворон имеет самые прибои отношения к словам Война, Варвар, Руины, Курок и Кара. И звуки, которые Ворон издаёт – Кар, Кар, Кар… Слово Война, Битва, по-гречески, то есть по-жречески, есть ополемос, то есть по-русски – полемос. Это слово связано со словами поле, полемика и политика. Кстати, один из апостолов-учеников Иисуса в книгах христиан, которые называются Новый Завет, есть апостол Варфоломей. Его имя состоит из двух слов – Вар и Полемей. Варполемей, Варполемос или Варфоломей – есть Ворон Войны, то есть Чёрный Ворон. Мелодия песни Чёрный Ворон есть русская каноническая мелодия. Сама мелодия этой песни, даже без всяких слов, живо отзывается в душе русского человека. В русском языке живут множество красивых и складных мелодий. Мелодий, которым по ощущениям миллион лет, которые идут от самого сотворения мира. И мелодия Чёрного Ворона – одна из них. Дух захватывает от того, как она льётся спокойно, уверенно, торжественно и основательно. Эта мелодия – мелодия нашей души, широкой и просторной, как русские бескрайние степи, как русская бескрайняя земля. В настоящее время текст песни сильно сокращён. Сократили его в связи с тем, что Чёрного Ворона стали петь на эстраде. В полном виде её неудобно петь на концерте, слишком долго, получается, её нужно петь. А поют её многие. Артисты поют, поют актёры и киноактеры. И многие её поют здорово, душевно. Но поют они её всё-таки как песню эстрадную, как песню для аплодисментов. А она не для эстрады, не для аплодисментов. Никто раньше с этой песни нигде не выступал. Пели её в окопе, пели её в солдатской землянке и пели её за столом, поминая павших в боях и ушедших от ран. Она для слёз. Но помните все. Песня Чёрный Ворон не о смерти, она о жизни. И вот он, уважаемые друзья и уважаемые подруги текст этой великой песни. Вот текст песни, каким мы его знаем и помним. Примерно с двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Песня Чёрный Ворон, что ты бьёшься? Над моею головой. Ты добычи не добьёшься, Чёрный Ворон я не твой. Ты добычи не добьёшься, Чёрный Ворон я не твой. Чёрный Ворон я не твой. Что ты когти распускаешь? Что ты песнь свою поёшь? Коль добычу себе чаешь, Зато весточку снесёшь. Коль добычу себе чаешь, Зато весточку снесёшь. Завяжу смертельную рану Я подаренным платком. А затем с тобой я стану Говорить про всё рядком. А затем с тобой я стану Говорить про всё рядком. Полетим в родную сторонку, Где у маменьки был мал. Скажи ей потихоньку, Что за родину я пал. А от суд скажи отдельно, Что я рода не посрамил. И по рядам урагам смертельным Назад шагу да не ступил. Скажи братьям, Скажи сёстрам, Я хороший у них брат. А крадим им Семи верстам Шуравлём вернусь назад. А крадим им Семи верстам Шуравлём вернусь назад. Передай лоток кровавый, Милой любушке моёй. Скажи ей вояк бравый, Там женился на другой. Взял невесту тиху скромну, Лёгко шаг в глазах огонь. А с ватами у нас были Шашка в остроя да конь. Встану рано, Встану рано, Выйду в поле, В небеса наш дом течёт. Там без страха и без боли Солнце красное встаёт. Кручена струна пропела Над моею головой. Видно, смерть моя приспела Черные ворон, я братой. Видно, смерть моя приспела Черные вороны, я, брат твой И это всё, что мы помним. И такое у нас ощущение, что один или два куплета мы не знаем. Долго мы их искали, всех, кого знаем, опросили, но это всё, что мы помним, знаем и поём. Теперь о самом тексте. Итак, Чёрным вороном в русском войске называли священника Нараду, отпевающего павших. После боя он в чёрном одеянии с гуслями шёл по полю, решая судьбу лежащих на нём. Раненых отправляли в лагерь, лечили, а у тяжело раненых выслушивали последнюю волю, чтобы передать её их родным и близким. И только после этого можно было отпеть всех павших. Чёрный ворон, что ты вьёшься над моею головой? Ты добычи не добьёшься. Чёрный ворон, я не твой. Чёрный ворон, я не твой. Сравнение с Чёрным вороном возникло не только по чёрному одеянию жреца-священника, но и по особой интуиции. Ворон – птица мудрая. Тем, кто способен выжить, эта птица не подлетит. Она интересуется только теми, кто точно обречён. Что ты когти да распускаешь? Что ты песнь свою поёшь? Коль добычу себе чаешь, зато весточку снесёшь. Отпевали павших под гусли. Пальцы жреца на струнах выглядели, как когти, нацеленные на добычу, как когти ворона над павшим гусем-лебедем. А для тяжело раненого сейчас его последние слова, которые на Раде нужно было передать его родным. Завяжу смертельную рану я подаренным платком, а затем с тобой я стану говорить про всё редком. Завяжу смертельную рану я подаренным платком, а затем с тобой я стану говорить про всё рядком. Нарада не торопил смертельно раненого бойца. Его весть родным и близким считалась священной. Нарада, взявший её на себя, должен был обязательно её донести. Полети в родную сторонку, где у маменьки был мал, и скажи ей потихоньку, что за Родину я пал. Полети в родную сторонку, где у маменьки был мал, скажи ей потихоньку, что за Родину я пал. Вестовой, так называли Чёрного Вестника, строго соблюдал обряд передачи Последней Воли Павшего. Первыми весть получали мать и отец. Иногда повторные двустишья поют такими словами. Со спины и взяв за плечи, что за Родину я пал. Сообщая матери и отцу скорбную весть, Вестовой ни в коем случае не должен был смотреть ему в глаза. Горе материнское способно невольно проклясть Вестового. Да и Вестовому. В таком случае некуда деть свои глаза, да и просто некуда провалиться. Поэтому Вестовому положено было обойти мать Павшего Воина и зайти ей за спину. Из-за спины он тихим голосом на ухо матери сообщал о гибели сына. Для того, чтобы её поддержать, если у женщины подкосятся ноги и она упадёт от горя, он брал её за плечи и говорил. Крепись, мать! Твой сын пал смертью храбрых, пал смертью героя. А отцу скажи отдельно, что я Род не посрамил и пред ворогом смертельным назад шагу не ступил. А отцу скажи отдельно, что я Род не посрамил и пред ворогом смертельным назад шагу не ступил. И пред ворогом смертельным назад шагу не ступил. Следующим весть о смерти сына отдельно от всех получал отец. Только он имел право знать подробности смерти сына и имел право узнать, что да как произошло. И только он знал, что да как рассказать об этом всем родственникам. Отцу надлежало гордиться сыном, ведь он прославил Род своей доблестью. Поэтому Вестовой рассказывал отцу о подвиге сына, даже если особого подвига не было. Этот куплет пелся в фа-мажоре, и поющие за столом мужчины на нём привставали и снимали шапки, у кого какая. Скажи братьям, скажи сестрам, я хороший у них брат, а к родимым семивёрстам журавлём вернусь назад. Скажи братьям, скажи сестрам, я хороший у них брат, а к родимым семивёрстам журавлём вернусь назад. Близкие родственники тоже имели право услышать рассказ о гибели брата. Причём, что бы ни произошло на поле боя, Род Павшего должен с гордостью вспоминать о нём. Поверья о том, что Павший возвращается журавлями в родные места, бытует в русском народе издревле. Услышав крик журавлей, нужно было оставить все дела и проводить их взглядом, тем самым отдавая дань памяти погибшим защитникам рода. Отнеси платок кровавой милой любушке моёй, скажи ей, вояка бравый там женился на другой. Передай лоток кровавый милой любушке моёй, скажи ей, вояка бравый там женился на другой. В этом куплете речь идёт о жене или о невесте. Жена ждала мужчину, ушедшего на войну или невеста, могло быть по-разному. И это ожидание было священным. Женщина не могла выйти замуж за кого-то другого, пока муж или жених не вернулся. Даже его смерть не являлась уважительной причиной выйти замуж за другого. Единственный способ сделать жену или невесту свободной – вернуть ей данное ею слово. Взял невесту тиху, скромну, лёгок шаг, в глазах огонь, а с ватами у нас были шашка вострая да конь. А с ватами у нас были шашка вострая да конь, а с ватами у нас были шашка вострая да конь. В этом куплете дано описание Варвары красы длинной косы. Она – устойчивый образ смерти в русской былине. Этот куплет тоже пелся немного торжественно в фа-мажоре. Жена или невеста, конечно, ждали возвращения мужа или жениха и старались не думать о том, что он может погибнуть. Но если воин погибал, то, так считалось, он улёг рядом со смертью и отдал ей место жены. Сообщение мужа об этом делало оставленную женщину полностью свободной. Встану рано, выйду в поле, в небеса наш дон течёт, там без страха и без боли солнце красное встаёт. Встану рано, выйду в поле, в небеса наш дон течёт. Там без страха и без боли солнце красное встаёт. Дон – устойчивое название для любых рек в русском языке. А жизнь человеческая – это река. И для павшего она уже ведёт на небеса. Образ загробной жизни – это восходящее закатное солнце. Красное солнце – это закат на земле. Но красное солнце – восход в потустороннем мире. Кручена струна пропела над моею головой. Видно, смерть моя приспела. Чёрный ворон, я брат твой. Кручена струна пропела над моею головой. Видно, смерть моя приспела. Чёрный ворон, я брат твой. Видно, смерть моя приспела. Чёрный ворон, я брат твой. Наконец, жрец Нарада подошёл к умирающему воину. Его гусли над головой. Кручена струна звенит, поёт совсем рядом. Нарада обещает исполнить его последнюю волю. Всё. Его песня спета. Тех, кого можно спасти, вынесли. Последняя воля всех смертельно раненых собрана. И все отпеты. Кручённые струны гуслей поют вместе с голосом священника-жреца. Души все уйдут на небеса, а тела будут отданы птицам. После победы сюда вернутся выжившие и похоронят останки. Похоронят и споют им песню другую. Песню заздрамную. Песню памяти. И бойтесь, господа недруги нашего Чёрного Ворона. Бойтесь. Чёрные вороны, я брат твой, Видна смерть моя приспела. Чёрные вороны, я брат твой.